Продолжение следует... Вот такое определение внимания. Вот такая была презентация. По-моему, только одну я вам показывал. Дело в том, что сегодня у нас, по идее, можно начать память. Но память большая тема. Если удастся в конце занятия во второй половине начать, то нормально будет. А так вот мы далеко не все еще успели про внимание рассмотреть. Поэтому давайте сегодня, внимание, продолжим эту тему. А если останется время, мы начнем память. Ну, получается так, что у вас ни одного занятия не пропадает, благодаря тому, что все дни объявлены учебными, те, что объявлены по государству рабочими, ой, в смысле, выходными. Поэтому не пропадает. И вот через неделю мы тогда уже память более, значит, серьезно рассмотрим. Там много всяких таких нюансов, в том числе расстройств памяти, конечно, они всем, безусловно, интересны. Ну и понятно, что внимание с памятью очень тесно связано. Итак, значит, мы с вами говорили о видах внимания. Мы с вами говорили о внимании как таковом. Значит, что именно, значит, понимается под вниманием. Вот здесь вот такое определение показано. Это направленность и сосредоточенность психической деятельности на определенном объекте. И вот здесь раскрывается, что такое направленность. Направленность. Под направленностью психической деятельности следует подразумевать ее избирательной характерой, то есть выделение из окружения значимых для субъекта конкретных предметов. Явлений или выбор определенного рода психической деятельности. Вот насчет поля внимания. Мы с вами говорили на прошлом занятии. Было довольно-таки подчеркнуто, убедительно, да, что, значит, мы замечаем, отправляем себя в память только значимые объекты, предметы или явления. То, что нас в данный момент не интересует, естественно, нашего внимания и привлечь не может. Ну и здесь еще вот тесно связанное с вниманием понятие сосредоточенности. Под ней подразумевается большая или меньшая углубленность в деятельности. То есть, если у нас углубленности такой нет, то, соответственно, и сосредоточенности, значит, не будет, и не будет должного внимания, да. Очень сложно, если мы не сосредоточены на предмете, допустим, запоминания или освоения, ну, в дальнейшем его воспроизводить. Следующий мы... Значит, рассмотрим тут такой физиологический, ну, скажем так, нейрофизиологический механизм, лежащий в основе внимания. Здесь вот со ссылкой на Ивана Петровича Павлова, нашего, так сказать, соотечественника, основателя нейропсихологии, во всяком случае, во всяком случае в России. Ну, собственно говоря, его заслуги признаны, он Нобелевский лауреат. И вот, значит, он вывел такой закон индукции нервных процессов, который описывает работу центрального механизма фильтрации раздражителей. И вот, значит, в чем этот механизм выражается после двоеточия. Возбуждение, возникающее в одной области коры головного мозга, вызывает торможение в других ее областях. Так называемая одновременная индукция. Или сменяется торможение в данном участке мозга, это последовательная индукция. Ну, и вот, значит, здесь такое выражение, вот такое выражение, что если бы можно было видеть сквозь черепную крышку, если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на надумающем сознательном человеке, как по его большим полушариям предполагается постоянно изменяющаяся, передвигается постоянно изменяющаяся в форме и величине причудливо неправильных очертаний светлого петло. Светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более-менее значительной тенью. Более-менее значительной тенью. Ну, и, значит, вот здесь насчет ретикулярной формации, значит, это, напоминаю, центральная область, центральная область, значит, головного мозга, ближе к ее нижней части, и вот там как раз особенно много клеток, и там выделены так называемые доминанты. Ну, собственно, доминанты еще будут и в следующей теме память мы будем рассматривать. Там особенно много нервных клеток. И вот, значит, здесь указано на ориентировочный рефлекс, который представляет собой врожденную реакцию организма на всякое изменение окружающей среды у людей и животных. Перемещение по коре участка с оптимальной возбудимостью вызывает явление, выступающее в нашем сознании, как изменение направленности внимания. Таким образом, возбуждение никогда не распространяется равномерно по всей коре. Внимание из себя представляет особое самостоятельное психическое образование, чья структура анатомически не зависит от сенсорных процессов, то есть от процессов воспринимающих. Здесь действует другой механизм, и вот сейчас дальше мы посмотрим, какой именно. Вот здесь механизмы с фильтрацией раздражителей, которые делятся на периферические, это настройка органов чувств, и на центральные, возбуждение одних нервных центров и торможение других. То есть вот такая физиологическая основа, физиологическая основа внимания. Ну, надо сказать, что со временем, да, в историческом, так сказать, ракурсе, в исторической перспективе, конечно, внимание, как и многие другие психические процессы, мы с вами говорили в психологических концепциях об этом, конечно, взгляды менялись. Итак, значит, предметом интенсивного психологического изучения внимание стало, ну, скажем так, конечно, конец, да, вот когда появились эти, мы говорили с вами, когда появились психологические лаборатории, потом институты, это, конечно же, конец XIX и XX век, когда с его помощью стремились объяснить самые различные проявления психики. В силу этого понятия внимания стало крайне многозначным. Оригинальную моторную теорию, теорию внимания выдвинул русский психолог Николай Николаевич Ланди, связав внимание с движениями, которые производит человек при восприятии или представлении предмета. С движениями, видите, было связано, ну, в принципе, имеют право на, значит, на такой подход. Вот. Материалистическую трактовку внимания дал французский психолог Рибо, как-то его там такая сложная у него имя, типа Теофиль или Теодель, ну, неважно. Значит, Рибо. Понимание внимания как ряда приспособительных рефлексов, то есть не более того. То есть намеренно вот сузить все, значит, и показать, что внимание, ну, почти такой же самый рефлекс. Ну, в принципе, и Павлов тоже об этом говорил, но Павлова можно понять. Он, собственно говоря, теория рефлексов – это чуть ли не краеугольный камень вообще всего его нейрофизиологического подхода. В современной психологии ряд проблем, излучавшихся ранее в связи с вниманием, рассматривается в рамках исследования установки и краткосрочной оперативной памяти. Вместе с тем изучение внимания приобрело огромное значение в связи с созданием современных сложных технических систем. И специфической деятельностью в них человека, требующих тонких и развитых механизмов внимания. Ну, это действительно так. Вот эти самые новые, значит, устройства, техника информационные, конечно, предъявляют новые требования вот к изучению этого, так сказать, явления, да, психологического внимания. Потому что очень большие требования предъявляются. Ну, например, манипулировать постоянно с какими-то клавиатурами, клавишами, допустим, с какими-то приборами, приборчиками, экранами и экранчиками – это, конечно, без внимания никак не обойтись. То есть, как бы в наше время это новое наполнение. Ну, не то, чтобы, значит, не то, чтобы то, что было раньше совсем устарело, но, тем не менее, безусловно, требует коррекции. Теперь, значит, вот согласно принципу доминанта, выдвинутым нашим тоже соотечественным, ухтомским, в мозге всегда имеется временно господствующий, временно господствующий очаг возбуждения, обусловливающий работу нервных центров в данный момент и придающий тем самым поведению человека определенную направленность. Ну, и, значит, еще здесь, видите, вот справа Рябов в полной красе, значит, он еще и тесную связь эмоций с произвольным вниманием, да, но произвольное внимание – это главный вид внимания, потому что непроизвольное, мы с вами говорили, по-моему, на прошлом занятии, да, непроизвольное тоже, значит, способно, допустим, играть какую-то роль, мы можем совершенно не, значит, сосредотачиваясь, что-то там запомнить, потом взять и воспроизвести. Ну, на этом, собственно, основан опрос свидетелей в криминалистике, да, вот каким-то боковым зрением, даже там, допустим, что-то отложилось, что-то запомнилось, и вот, так сказать, выдают, значит, очень ценные сведения. Ну, конечно, главное – это произвольное внимание, и вот Рябов связал его с эмоциями. Теперь вот насчет, значит, теории Ланге. Николай Николаевич Ланге выделил следующие основные подходы к проблеме природы внимания. Ну, первое место, видите, внимание как результат двигательного приспособления, как двигательного приспособления. То есть, вот, опять же, все связано, ну, двигательное приспособление, опять же, это имеется в виду что-то рефлекторное, связанное с рефлексами. Дальше любопытный момент. Внимание как результат ограниченности объема сознания. Здесь имеется в виду, что мы весьма ограничены в возможностях, да, по внимательному, так сказать, наблюдению за, значит, целым рядом предметом. Именно в силу особенностей нашего сознания, оно ограничено. Ну, в общем-то, это тоже сейчас не опровергается. Следующее – это внимание как результат эмоции. И, значит, вот любопытный момент – внимание как результат оперцепции, то есть, как результат жизненного опыта индивида. Ну, безусловно, это имеет место, имеет право на существование, хотя бы по той причине, что, допустим, ну, ладно, там жизненный опыт как таковой, а вот какие-то профессиональные навыки, умения в каком-то труде, в какой-то профессии, безусловно, сказываются, да. Вот, обычно опытные работники чрезвычайно внимательны, потому что они знают, чем может грозить, допустим, потеря внимания или недостаточная его концентрация. Теперь внимание как особая активная способность духа. Ну, здесь это, в общем-то, без комментариев можно оставить. Дальше внимание как усиление нервной раздражительности. И теория нервного подавления. Ну, это, в общем, довольно сложные рассуждения, там потом они, конечно, будут поясняться, но сейчас мы пойдем дальше. И вот, значит, функции внимания. Первая функция – это, безусловно, отбор. Ну, это, по сути дела, сам смысл, сама суть внимания. Отбор означает обеспечение избирательности познавательных процессов, целенаправленности деятельности человека и ее активизации. Следующая функция – это удержание. Ну, вы видите здесь через дробь сохранения. Это сосредоточение и удержание внимания на чем-либо. Переключение его с одного действия на другое. С одного действия на другое, да. Что-то там, допустим, привлекло наше дополнительное внимание. И мы без всяких проблем, без всяких дополнительных усилий переключаемся. Следующая – это регуляция или, опять же, контроль прорекаемой деятельности. Выбор поддержания определенного уровня активности для сохранения высокой работоспособности и качества работы. Ну, вот эта, значит, третья – это функция. Ну, в общем-то, тоже она, конечно, проявляется с жизненным опытом, да, с определенными умениями в той или иной области. Теперь виды внимания. Виды внимания в зависимости от наличия сознательного выбора направления и регуляции выделяют послепроизвольное или вторичное непроизвольное, произвольное и непроизвольное виды внимания. И здесь вот начинаем мы с непроизвольного внимания, которое еще называют пассивным или эмоциональным. Вызывается действие сильного, контрастного или нового неожиданного раздражителя. Или значимого раздражителя, на которого мы настроены. На которого мы настроены, да. Но, в принципе, тут настроенность не обязательно. Что-то совсем новое, сильное, контрастное, оно в любом случае привлечет внимание, только если специально ждать, что это произойдет. Ну, например, какая-то вспышка, взрыв или грохот, да. И на это не реагировать совершенно сознательно. Это уже не будет непроизвольное внимание. А так мы всегда на него реагируем, да. На вот этот самый раздражитель. Ну и пассивность заключается в отсутствии усилия со стороны самого человека, направленных на то, чтобы сосредоточиться. Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека. Ну, то есть, вот о чем говорилось. Ну и вот причины возникновения непроизвольного внимания. Дальше мы еще, так сказать, уточняем, можно сказать, на разжевываем. И здесь вы видите, что это неожиданность раздражителя, относительная сила раздражителя. Ну, здесь относительная специально подчеркнута, потому что во многом, значит, во многом внимание зависит от индивидуальных особенностей. И поэтому, конечно, относительная. Дальше. Новизна раздражителя, движущиеся предметы, движущиеся предметы. Ну, движение всегда, да, привлекает внимание. Дальше. Контрастность предметов или явлений. Естественно, если на однообразном фоне вдруг что-то мы увидим, не вписывающийся в этот фон, мы обязательно внимание на него обратим. И внутреннее состояние человека, да, внутреннее состояние человека. Ну, здесь, видимо, подчеркивается то, что есть люди, которые вообще не желают обращать внимание на какие-то окружающие предметы, явления или объекты. То есть, вот если мы идем, допустим, на экскурсии, да, мы знаем, мы уже готовы, мы, так сказать, предрасположены к восприятию новой информации и, значит, ее, значит, тщательно, тщательно, так сказать, в общем, фильтруем, да, то есть обращаем внимание на то, на то, ну, естественно, там выбираем то, что нам интереснее, но мы уже готовы. Если же этого нет, если, допустим, вот идти в наушниках, да, и перед носом держать экранчик, то не реагируем вообще ни на что, да. Ну, если когда, конечно, будет совсем, так сказать, новый или неожиданный, или, скажем так, контрастный раздражитель, может быть, и среагируем, но и то, и не факт, да, и то не факт. Так что внутреннее состояние, безусловно, тоже на процесс внимания однозначно влияет. Теперь произвольное внимание. Его еще называют активным или волевым. Активным или волевым. Это сознательно, сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. Сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. Произвольное внимание разделяют на собственно произвольное внимание. Это, значит, ну, используется для достижения заранее поставленной цели. Вот мы решили зачем-то наблюдать, да, зачем-то наблюдать, внимательно, да, на что-то смотреть. Ну, например, что-то читать для того, чтобы, так сказать, подготовиться к экзамену. Вот. Или, допустим, внимательно следить за ходом игры, если мы, допустим, принимаем участие в какой-то игре. Вот. Дальше волевое внимание. Оно нужно для того, чтобы отвлечься от отвлекающих факторов и сконцентрироваться на нужной деятельности. И сконцентрироваться на нужной деятельности. Вот в былые времена, ну, вот у вас у студентов должны быть, так сказать, кураторы, да, ну, и вообще как-то взрослые люди, да, принимали участие в том, чтобы... Вот они говорят, вот когда, допустим, готовишься к чему-то, ни в коем случае вот не обращай внимания там. Знаете, нервная же система, она в приподнятом состоянии, когда мы пытаемся что-то заучить, запомнить, особенно если это материал сложный, не совсем понятный, да, и, так сказать, время ограничено. И вот в этом случае ни в коем случае не нужно отвлекаться во время самого вот процесса запоминания, заучивания на какие-то посторонние действия. Вот. Лучше сделать паузу, если чувствуете, что ваше внимание вот-вот отвлечется. Лучше сделать паузу. Ну, собственно говоря, в психологии там на доле секунды внимания и так отключается. Мы еще, я думаю, сегодня успею вам сказать об этом. Чем, допустим, вот, значит, одновременно пытаться чем-то заниматься. Поэтому, значит, вот эти отвлекающие факторы действительно требуются, чтобы от них, так сказать, чтобы от них отрешиться, конечно, нужна определенная сила воли. Ну, и ожидательное внимание. Ожидательное внимание – это бдительность или осторожность. Бдительность или осторожность. Ну, те, кто служил в вооруженных силах, прекрасно знают, что это абсолютно необходимый вид внимания, произвольного внимания, ну, допустим, во время несения какой-то службы, например, в карауле или там еще где-нибудь на посту, короче говоря, да? Потому что, ну, ладно, там придет проверяющий проверит и соответствующие выводы сделает, мало не покажется. Так еще может реальный какой-нибудь там диверсант, враг, значит, проникнуть. Вот какой-нибудь беглый преступник и кто угодно. Вот бдительность, осторожность. Теперь условия, облегчающие произвольное сосредоточение внимания. Ну, вы видите, что довольно много ошибок, но нет времени все проверить и все отрегулировать, поэтому, значит, особо вы с экрана там, если переписываете, то, конечно, выносите коррективы. Итак, какие же условия облегчают произвольное сосредоточение внимания? Во-первых, включение практических действий. Всегда вот именно подкрепление практикой считалось совершенно необходимым для того, чтобы что-то выучить, что-то заучить, зачастую большие, так сказать, массивы информации. Ну, это, собственно говоря, собственно говоря, традиционно как считалось, что если вы что-то там, значит, учите, то по возможности записывайте, конспектируйте. Вот тогда от того, что вы, так сказать, действуете рукой, мелкая моторика, от того, что вы напрягаете не только вот эти вот отделы мозга, отвечающие за, допустим, фокус внимания, но еще и отвечающие за именно вот такие мелкомоторные действия, значит, вот это все способствует запоминанию. Ну, собственно говоря, в теме памяти у нас еще этот момент всплывет. Вот. Без практических действий, как правило, процесс запоминания бывает хуже, ну и в то же время внимание тоже отвлекается, если мы не сопровождаем его какой-то практикой. Теперь вот психологическое изменение состояния человека, снятие утомления. Ну, произвольное внимание утомляет через 20 минут, действительно, это совсем немного, но это так. Конечно, если специально выработать вот навыки профессиональные, да, есть профессии, в которых особенно ценится внимание, ну, конечно, это, значит, эта цифра будет другой, побольше, да, а так 20 минут. Вот совсем вот такая сосредоточенность, когда мы действительно, ну, в общем, жизненно важным для нас, значит, вот это внимание, вот лучше уже быть настроены на то, что через 20 минут нужно давать какую-то паузу, да, либо отдых, либо переключение на другой объект. Вот. Всего 20 минут, но никуда не денешься. Естественно, это для обычных средних людей такая цифра. И вот послепроизвольное, послепроизвольное еще называется вторично непроизвольным вниманием. Возникает вслед за произвольным на основе особого личного интереса. Что это означает? Что деятельность может так захватить человека, что его выполнение не требует от него специальных волевых усилий. Этот вид внимания совмещает в себе особенности произвольного внимания и непроизвольного. Так как также носит целенаправленный характер, но не требует для реализации постоянных волевых усилий. Постоянных волевых усилий. Ну и вот здесь чем характеризуется? Во-первых, длительной и высокой сосредоточенностью и устойчивостью с ним связывает наиболее интенсивную и плодотворную умственную деятельность, высокую производительность всех видов труда. Дальше не управляется самоуказаниями и самоприказами, внешными сознательными побуждениями и усилением воли. Дальше наличием цели в сочетании с отсутствием волевых усилий. Вот это, значит, послепроизвольное внимание, оно особенно характерно, ну, наверное, догадались, для детей, для детского возраста. Вот дети крутятся, что-то там слышат, ну, по крайней мере, традиционные дети, досовременные, да, дети, которые кроме, кстати, кранов, гаджетов, перед носом ничего не видят в массе своей. А так вот они где-то там среди взрослых, еще где-то, и вот постигают, значит, внимательно, обращают внимание на то, что, значит, даже взрослые, да, не могут обратить на это внимание. Ну, это, кстати, проявляется и в особой умелости детей, да, в поиске грибов, например, да, вот они обнаруживают, потому что, ну, конечно, то, что они ниже, значит, ближе к земле, это одно, ну, и другое, это то, что вот у них особенно развито это послепроизвольное или вторично-непроизвольное внимание. С годами, увы, оно проходит, да, теряется во многом. Вот, ну, наличие цели в сочетании с отсутствием волевых усилий, в общем-то, да, действительно, вот если что-то захватило, что-то нам интересно, то, вот вполне, так сказать, мы можем, значит, и после того, как выполнили ту или иную цель, достигли все равно, значит, обращать внимание. Теперь вот свойства внимания, ну, по-моему, мы говорили частично, ну, давайте еще в другом контексте. Итак, внимание обладает рядом свойств, которые характеризуют его как самостоятельный психический процесс. Безусловно, он самостоятельен, и к основным свойствам внимания относятся. Объем внимания, концентрация, распределение, устойчивость, колебания и переключение, или переключаемость. И рассмотрим более подробно вот эти, так сказать, свойства. Ну, объем. Вот насчет объема, значит, здесь цифры, ну, скажем так, дискуссионные. Можете им не верить, в некоторых, да, в некоторых источниках указываются другие, побольше. Здесь что написано? Что объем – это показатель количества объектов, находящихся в фокусе внимания одновременно. У взрослого человека от 4 до 6 объектов, у ребенка не более 2-3. Ну, и в других источниках другая цифра – это что? От здесь от 4 до 6 можно встретить, что от 5 до 9, аж до 9. Поэтому это вот со знаком вопроса от 4 до 6. Но все равно вот именно в таких пределах 10 – это самый максимум. Иногда можно встретить, что за 10 объектами можно, значит, наблюдать одновременно. Но, как правило, это все-таки нужны определенные профессиональные умения. Например, какие-нибудь там операторы, да, водители или тем более пилоты, допустим, самолетов или другого, любого другого воздушного судна, конечно, у них может быть этот объем и побольше. А так, ну, вот где-то в таких пределах. Теперь вот следующий любопытный момент. Объем внимания зависит не только от генетических факторов и от возможностей кратковременной памяти индивида, то есть о чем мы будем говорить на следующем занятии. Ну, имеют также значение характеристики воспринимаемых объектов. Их однородность, взаимосвязи и профессиональные навыки самого субъекта. Ну, это как раз то, о чем очень часто пишут в военных мемуарах. Это замыливание, вот глаз замыливается, да, у каких-нибудь снайперов или артиллеристских разведчиков-наблюдателей. Вот они, если все однородно, да, если однородно, они что-то упускают из вида и требуются, чтобы их напарник или еще какой-то другой, так сказать, человек оценил свежим взглядом, да, и увидит то, что они вот так же наблюдают, да. Не от того, что у них там зрение слабое, еще, ну, сами понимаете, что снайпера отбирали со стопроцентным зрением, причем раньше зрение определялось не под одним таблицем, как сейчас, да, а по гораздо более мелким. Там нижняя, значит, нижняя строчка была не такая, как сейчас. Ну, дело не в этом, конечно, а вот в том, что вот эта однородность, значит, особенно вот массивность, когда однородный массива, а нужно что-то выделить, да. Ну, кстати, вот развитию внимания уделяются сейчас на таком популярном уровне игровом очень большое внимание. Есть масса таких, значит, масса игр, да, которые на внимание, ну, например, там, значит, 10 несоответствий хотя бы найти, да, вот, ну, вроде бы простенько, но картинки бывают весьма и весьма непростыми, да. Если у кого-то закачаны и периодически, так сказать, занимаются этими, ну, хорошее, вообще, развлечение, по большому счету, внимание действительно развивает. То знаете, что где-то один, иногда два, значит, одно второе несоответствие очень сложно обнаружить, да. Иногда просто, ну, почти невозможно. И тем не менее оно есть, да, как вот суслика не видите, но оно есть. Ну, и вот здесь вот, конечно, необъединенные, объединенные по смыслу объекты воспринимаются в большей количестве, чем необъединенные, да, чем необъединенные. Итак, это, что касалось объема. Теперь насчет концентрации. Концентрация, внимание, это показатель степени сосредоточенности сознания на определенном объекте. На определенном объекте. Интенсивности связи с ним, с этим объектом. Концентрированность внимания означает, что образуется как бы временный центр, фокус всей психологической активности человека. И вот цитата Ухтомского здесь, Алексея Алексеевича, значит, сопровождает это положение насчет концентрации. Концентрация внимания связана с особенностями функционирования доминантного очага возбуждения в коре головного мозга. В частности, концентрация является следствием возбуждения в доминантном очаге при одновременном торможении остальных зон коры головного мозга. Ну, вот здесь опять вот это доминанта встречается. Ну, в общем-то, ничего сложного нет. Доминантный очаг – это просто сосредоточение вот этих нейронов, да, нервных клеток в определенных отделах мозга. И вот когда происходят те или иные психологические процессы, в данном случае, вот, внимание, да, они возбуждаются одновременно, поскольку их невозможно на отдельные нейроны, да, разложить, они действуют как единое цело, вот, получили название доминанта. Ну, понятное дело, что открыли их доминанты сравнительно недавно, да, ну, во-первых, это надо было открыть, да, с помощью специальной, так сказать, медицинской техники, исследовательской, а второе – все это объяснить. Поэтому вот в такой классической психологии, о которой мы говорили, ни о каких доминантах еще понятия не имели, да, все эти, значит, ученые, которых мы рассматривали в психологических концепциях. Следующее – это распределение, распределение. Способность человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно или вести наблюдение за несколькими объектами, за несколькими объектами. Ну, и распределение внимания особенно важно для педагога, да, ему нужно держать в поле свое зрение всех учеников в классе, всех учеников в классе. Способность к распределению внимания формируется в процессе овладения деятельностью, она может быть развита путем упражнений и накопления соответствующих навыков. Ну, естественно, это относится к классической педагогике, к педагогам, ну, сразу, сразу, как говорится, приходит на ум не современная школа, а школа там классическая, где сидели не за столами, а за партами, да, вот, внимали учителю, ну, и учитель ходил, допустим, и, значит, вот своим бдительным оком откидывал всех сразу, значит, учеников, знал, значит, чего от них ждать, чем конкретно каждый занимается, да, вот, кого вызвать в нужный момент. Нелегкое дело, но, опять же, видите, вот это распределение, конечно, в профессиональном плане формируется с опытом, да, с опытом, с конкретными часами, которые тот или иной педагог провел, допустим, не где-нибудь там в Министерстве образования, да, а непосредственно в школе или там в ВУЗе, ну, в большей степени, конечно, здесь именно для учеников и, значит, класса применительно к школам, да, ну, или там гимназии. Следующее – это устойчивость внимания. Вы видите определение, устойчивость – это общая направленность внимания в процессе деятельности. Общая направленность внимания в процессе деятельности. Что нужно для того, чтобы внимание было устойчивым? Конечно, иногда оно действительно жизненно необходимо, как и некоторые другие свойства внимания. И вот здесь отмечено, что необходимой компонентой устойчивости является разнообразие впечатлений, разнообразие впечатлений или выполняемых действий. Физиологически объясняется возбуждением соответствующей области головного мозга. Ну, и также на устойчивость влияет активная деятельность с объектом внимания, да, с объектом внимания. Но от разнообразия впечатлений наряду с интересом, вот оно хорошо проявляется при просмотре, допустим, кинофильмов или там, например, в театральных постановках, да. Если они, ну, понятное дело, что если интерес с самого начала, да, теряется, нам неинтересно именно это, и тем не менее мы вынуждены смотреть, ну, например, в театре, да, конечно, кино в меньшей степени, там, допустим, особенно сейчас, когда просматривается все в каких-то домашних условиях, ну, не хочешь, не смотри, как говорится, да. Вот. А в театре, допустим, ну, допустим, интерес сохраняется, да. Но чем больше там будет впечатлений, да, тем, чем веселее, активное будет представление, тем лучше мы все это, значит, запомним. Ну, в смысле, как, через некоторое время из памяти-то улетучится, но вот выходя из зала, значит, вот, и делясь впечатлениями, будем в полном восторге, и потом на долгое время вот это наше внимание сослужит нам добрую службу от того, что мы будем очень много, значит, помнить. Ну, активная деятельность с объектом внимания, ну, в принципе, мы уже об этом говорили, действительно, вот, когда практикой подтверждено, все это гораздо более надежно. Теперь вот колебания, колебания внимания, ну, в какой-то степени и колебания, и приключения, оно, они, скажем так, противоположны устойчивости. Так вот, колебания – это процесс, сопровождающийся отвлеканием от раздражителей, противоположен устойчивости и может быть вызван появлением посторонних раздражителей, тоже, о чем уже говорилось, или длительным действием одного и того же раздражителя, да, одного и того же раздражителя. Ну, не совершенен физиологический аппарат человека, да, вот, всевозможные технические устройства, например, в военной той же области, какие-нибудь там, системы обнаружения у современных, там, беспилотников, да, вот они могут наблюдать сколько угодно, или у спутников. У человека все это ограничено. Ну, и непроизвольное отвлечение от объекта может произойти тоже, вот тут уже, видите, не ровно 20, а через 15-20 минут после исходного раздражителя. Ну, наверное, это более справедливо, когда есть какой-то диапазон. Это, значит, больше похоже на правду, да. Теперь приключения. Процесс переноса внимания с одного объекта на другой. Ну, в какой-то степени тоже противоположно устойчивости. И вот здесь, что интересно, что различает преднамеренное приключение, сопровождающееся участием волевых усилий человека, и непреднамеренное. И непреднамеренное. Теперь, значит, вот формы внимания. Формы внимания, ну, тоже довольно любопытный, так сказать, плакат, мы еще об этом не говорили. Значит, итак, здесь на первом месте внешнее внимание или сенсорно-перцептивное. Сенсорно-перцептивное. Сенсорно-воспринимаемое, да, то есть обращено оно на объекты внешнего мира. Необходимые условия познания и преобразования внешнего мира. Ну, то есть внешнее внимание, по большому счету, если от психологических тонкостей отрешиться, это внимание как таковое, да, внимание как таковое. Ну, видите, что здесь не только оно присутствует, а есть еще внутреннее внимание, которое также называется интеллектуальным. Оно обращено на объекты субъективного мира человека. Необходимые условия самопознания и самовоспитания. Интеллектуальное внимание тоже, ну, пожалуй, больше, чем какое-то другое, связано с памятью человека, да. Вот мы что-то, значит, в себе копаемся, грубо говоря, да, копаемся в кавычках. Что-то хотим припомнить, что-то, допустим, мы, значит, упустили из внимания при, допустим, вот, внешнем, значит, наблюдении за внешним раздражителем. И вот сейчас нам нужно срочно это дело исправить. Надо. Оно всегда довольно, скажем так, довольно такое волевой характер носит, да. И вот необходимые условия, действительно, для самопознания и самовоспитания. Ну, и вот моторное внимание направлено на движение и действия, совершаемые человеком. Дает возможность более четко и ясно осознавать приемы и способы, применяемые в практической деятельности. Ну, обычно моторное внимание всегда приводит в пример, конечно же, что область или сферу спорта, да, спорта. Если кто-то занимался спортом, то знает, да, вот что-то не получается. Ну, например, какой-нибудь футбольный финт или там выпрыгнуть гораздо выше сетки в волейболе или там, допустим, ну, какие-нибудь легкоатлетические, может, там попроще движения. Вот где достаточно сложные движения. Вот вроде ничего не получается, несмотря на, допустим, какие-то, значит, все усердие, мыслимое, прилагаемое или там советы тренера. И потом вдруг как прорывается и все пошло как по маслу, да, вот что-то щелкнуло как переключатели. И, соответственно, человек, значит, вот эти приемы и способы, над которым бился какое-то время, вдруг у него все пошло налад, да. То есть вот, значит, это моторное внимание. Здесь уже никакой сосредоточенностью не объяснишь, да, никакой концентрации. Вот оно просто-напросто из-за того, что эти движения и действия, значит, регулярно, постоянно совершаются, оно в конечном итоге, значит, ведет к тому, что практическая деятельность начинает удаваться, получаться. Следующее. Следующее. Здесь, значит, мы несколько рассмотрим психологических моделей. Внимание. Ну, это, опять же, у нас, вот, так сказать, ученые в области психологии, они здесь предложили свои такие вот модели. Вот с левой стороны вы видите, значит, Бродбенда, и справа Эн Трисман, значит, ну, верхняя вот Бродбенд, это модель ранней селекции, модель ранней фильтрации, значит, ну, здесь вы видите масса таких сложных медицинских терминов, в частности, геохотическое прослушивание, да? Ну, смысл какой, что по Бродбенду в человеческом мозге есть некий фильтр, позволяющий блокировать информацию, которой выброчно не уделялось вниманию. Гораздо легче вспомнить информацию, которая уделялась внимания, чем ту, на которую внимание не было направлено. Ну, в общем-то, я думаю, что слишком это все тривиально, да, тривиальный вывод, не нужно тут быть семи пядей во лбу, чтобы до этого и так додуматься. Ну, как видите, вот он, так сказать, с 26 по 93 год, это все еще, значит, 20 век. И вот почти наша современница, видите, уже умерла она сравнительно недавно, в 2018 году, значит, Эн Трисман, вот она продолжила модель аттенюатора. Согласно данной модели, когда информация перерабатывается механизмом фильтрации, она не полностью блокируется, а ослабевает или затухает, проходя через все фазы на неосознанном уровне. тоже не все ясно, но я думаю, что, значит, как говорится, более, так сказать, сложная, да, и более толковая вот эта модель, предложенная Эн Трисман. Ну, и, значит, еще есть модель поздней селекции Дойче, значит, тут целая группа, значит, двое Дойче и один Норман, да. Основная идея этой модели состоит в том, что все поступающие на органы чувств или сенсорные регистры, ну, регистры мы не применяли это слово, мы применяли слово анализаторы, ну, смысл такой же. Сигналы предварительно анализируются, а затем только отбирается информация для ее дальнейшей обработки. Основное отличие модели поздней селекции Дойче и Нормана от модели Трисман состоит в том, что определение существенности того или иного набора стимулов происходит на более раннем этапе обработки информации. Ну, в общем, это вот насчет этого раннего этапа, скорее всего, так оно и есть. Мы очень быстро соображаем, да, в массе своей, что касается внимания, значит, что может привлечь нас и что не привлекает. Ну, и, наконец, ресурсная модель внимания Канемана. Основная идея данной модели описывает не то, когда уделяется внимание, а как оно уделяется. и Канеман утверждал, что внимание, как правило, вызвано возбуждением. Ну, мы уже говорили об этом, я не вижу тут, собственно говоря, где здесь основания для какой-то модели. И так понятно, что, конечно, возбуждение обязательно должно иметь место, тогда будет и внимание. Мы говорили, да, про эти самые раздражители. Ну, еще раз повторю, что это только модели, к которым можно относиться как угодно. Ну, и вот насчет, значит, мы сейчас заключение по этой презентации, потом еще кое-что вам будет сказано дополнительно. Итак, значит, заключение по вниманию в объеме вот этих двух презентаций, которые вы просмотрели, значит, выражается в том, что проблема внимания все еще остается предметом исследования множества специалистов. Ну, странно, если бы это было не так, да? Слишком это комплексное психологическое свойство, поэтому, конечно же, его, значит, исследуют. И вот в качестве заключения приводятся некоторые современные модели внимания. Соревновательная модель выбора рассматривает процесс поиска как последовательность итерации выбора, итерации выбора, то есть идентификации, варианта, вариативности, да? Ну, согласитесь, сугубо современный подход, в общем-то, все информационное пространство сейчас как раз на это итерации, значит, итерации выбора, то есть идентификации как раз и построено. Следующая простая параллельная модель предполагает, что все объекты идентифицируются параллельно, порядок идентификации зависит от силы раздражения, тут, значит, предлог от пропущен, от силы раздражителей объекта. Таким образом, изучение проблемы внимания позволяет лучше исследовать человеческое поведение и получать верифицируемые, вот, то есть проверяемые непротиворечивые предсказания. Так, ну и как тут выйти, сейчас мы посмотрим. так. Итак, значит, пару минут давайте передохнем, теперь, значит, мы перейдем к некоторым еще моментам, которые мы, значит, не, которые мы с вами не охватили. И вот, в частности, в частности, возникает такой вопрос. Ну, хорошо, вот тут много было констатаций, да, констатаций того, что такое внимание, свойства, я думаю, что довольно все доходчиво было, значит, ну, там, допустим, произвольное, послепроизвольное и непроизвольное внимание тоже, в общем, нет особых, особых, так сказать, вопросов к этим свойствам. Единственное, чего вот здесь не было, значит, не было в презентациях ни в одной, ни той, давайте сразу вот не, не пишите никаких там подвопросов, ни тем более новых тем, а следующее такое свойство, ну, оно, в общем-то, выявилось сравнительно недавно, вот в таком именно понимании, это следующее свойство, понятно, да, то есть продолжаем прямо лекцию по вниманию, это свойство флуктуации, 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 или циркулярность, ну, это не то, чтобы свойство, это такая закономерность, закономерность флуктуации или циркуляции внимания, внимание, Это вот флуктуация, циркуляция очень неочевидная закономерность, она была выявлена, ну скажем так, во второй половине 20 века, ближе уже к веку 21. И в чем заключается? Естественно, все это было связано с развитием различных медицинских способов исследования мозга, исследования центральной нервной системы. Так вот, значит, в чем эта закономерность циркуляции или флуктуации выражается? Что через каждые 6-10 секунд мозг человека отключается, мозг человека отключается, отключается от приема информации. Но вы можете спросить, как же такое может быть? Но добавим, всего на долю секунды, на долю секунды. Но эта доля секунды может сыграть значительную роль. На долю секунды. Или на доли секунды. Лучше так, да, во множестве. В результате какая-то часть информации может быть потеряна. В результате какая-то часть информации может быть потеряна. Она может жизненно необходимой быть частью информации. Это, как видите, не зависит ни от нашего настроя, да, то есть произвольное внимание, ни от нашего возраста, у детей развито непроизвольное внимание, мы говорили, да. И это вот свойство мозга, увы, но это действительно так. Каждые 6-10 секунд на доли секунды происходит. Это выявлено с помощью современных методов исследования. Теперь вот, значит, уже наши соотечественники Теплова и Небылицын. Ну, это дадим практические психологи, они и нейрохирурги. Обычно, значит, они писали книги вместе Теплова и Небылицын. Вот они путем, скажем так, путем личных наблюдений, значит, в стенах лечебных заведений, они показали, что качество внимания, качество внимания зависит от свойств нервной системы человека, от свойств нервной системы человека. Ну, возможно, и так об этом можно догадаться, но согласитесь, что это не очень очевидно, да, не очень очевидно. Качество внимания зависит от свойств нервной системы человека. Что именно обнаружилось, вот, когда они вели свои наблюдения? Обнаружилось, что людям со слабой нервной системой, со слабой нервной системой, дополнительные раздражители, дополнительные раздражители мешают сосредоточиться, мешают сосредоточиться. А с сильной нервной системой, сильной нервной системой, даже повышают концентрацию внимания. Даже повышают концентрацию внимания. Ну, насчет нервной системы, ну, у нас не входит, нет у нас такой темы, ну, наверное, догадываетесь, да, что есть люди очень раздражительные, возбудимые, вот у них слабая нервная система, а есть те, которые не без основания могут похвастаться. Вот у меня, например, железные нервы, да, вот у меня есть такая родственница, она вот именно так говорит. А действительно это так. Вот ее мировосприятие сильно отличается от большинства других современных людей. Железные нервы. Так вот, с сильной нервной системой даже повышают концентрацию внимания. Следующие люди с инертной нервной системой, с инертной нервной системой, ну, которая присуща, например, такому типу темперамента, как флегматик, мы еще будем, конечно, говорить о темпераментах, с инертной нервной системой. Испытывают затруднения. Испытывают затруднения в переключении и распределении внимания. Затруднения в переключении и распределении внимания. это вот тоже такая закономерность закономерность ну и что и о чем это говорит хоть и был у нас здесь вывод что с вниманием далеко не все так просто да все мы хотим нормального внимания да вот лично от себя чтобы нормально все воспринималось вот но для этого необходим во-первых определенный приток сигналов из внешней среды а во-вторых чтобы этот приток сигналов не был избыточным вот как только появляется избыточное количество раздражителей объектов да и сразу у нас собственно говоря и внимание на распыляется до концентрация теряется и все остальное ну и значит еще давайте отметим что важный особенно это лучше с новой строки записать важной важной особенностью внимания важной особенностью внимания ну или лучше даже не внимание объема внимания мы тут смотрели да вот эти свойства внимания значит показатели объема внимания является то что она внимание или если угодно объема внимания что она мало поддается регулированию мадо поддается регулированию при обучении и тренировках другими словами если человек ну скажем так россии над природы да вот это вот люди не способны и на значит но отличающиеся от людей внимательных называются рассеянными да очень сложно здесь что-то кардинально поменять и тем не менее в разных профессиях существуют различные существуют различные такие игры упражнения игры упражнения которые могут это самое внимание все-таки развить ну наверное догадываетесь кому большие такие вот значит требования серьезные в области внимания значит предъявляются ну например актеры до будущие актеры вот поступили например какие-то молодые люди вот в какие-то театральные или там кинематографические институты школы и так далее да все эти щуки щепки там в дети и прочее вот они подошли до приемным комиссиям по тем или иным показателям ну например там раз значит по фактурности типажности да или например там значит или особенно артистичные особенно музыкальные особенно эмоциональные а вот внимание им не хватает ну часто это бывает обратная сторона вот именно этой об эмоциональности мы тут на значит видели на этих презентациях да на прошлый и на сегодняшний и что делать развивать по возможности эти значит качество значит эти значит свойства ну и вот такие упражнения они не несложные можно конечно эти больше если специально поинтересоваться погуглить ну хотя бы некоторые вот первое упражнение она собственно говоря можно еще назвать игрой на также называется игры индейцев в кавычках игры индейцев игры индейцев это упражнение довольно типовое часто используются цель это что развить объем внимание развить объем внимание Развить объем внимания. Возможно, большее число предметов. Применяется в театральных заведениях, где артистов готовят. Также, например, в различных милицейских школах, как их раньше называли, способности оперативных работников, следователей и так далее. Тоже большие требования, серьезные к объему внимания. Ну и специалисты в этой области, да, выпускники соответствующих заведений, проходя мимо витрины, да, причем бросая только такие вот косые, в основном за счет бокового зрения, вот могут увидеть практически все. Ну, в количестве, там, объем у нас был в единицах, да, показан. Так вот, до 40 и более предметов могут запомнить, да, вот специально подготовленные люди, даже специально на них внимание не концентрируя. Вот это уже, как говорится, показатель. То есть, считайте, что в два раза больше, чем стандартный. Стандартный у нас там, вернее, не в два раза, а во сколько там больше, да, стандартный у нас там 7, ну, максимум 9-10 предметов, не более того, да, то есть 4 с лишним раза больше. Вот, и во-вторых, без видимых признаков внимания, да, ну, потому что, если будете внимательно за чем-то наблюдать, как говорится, пялиться в какой-то реальной оперативной обстановке, то, естественно, вас вычислить, да. Это если вот, как с таким вот работником спецслужб, да, отнесено. А так вот 40 и более предметов. Следующее упражнение тоже в кавычках называется «печатная машинка». «Печатная машинка», ну, оно применяется практически только в театральных учебных заведениях и развивает навыки сосредоточения, навыки сосредоточения. Каждому человеку желательно, чтобы людей было довольно много, ну, то есть двое человек, это, конечно, тоже возможно, но лучше, чтобы была такая группа, начиная от 5 и выше человек. То есть 5-10 человек считается оптимальным. Вот какие-то студенты, да, театральных, так сказать, вузов. И каждому участнику, каждому человеку дается одна-две буквы из алфавита. То есть он как бы за эти буквы отвечает. Одна-две буквы из алфавита. Дальше преподаватель называет слово, как правило, слово длинное и хлопает в ладоши. Это должно их привлечь внимание, да, хлопок в ладоши. И дальше участники должны выстучать в кавычках это слово, как на печатной машинке. То есть хлопают в ладоши те люди, которые отвечают за те или иные слова, за те или иные буквы, вот, которые по порядку следуют в этом слове. Понятно, да? Поэтому так и называется. Печатная машинка. Печатная машинка. Ну, естественно, слова заранее заготавливаются так, чтобы, так сказать, не было слишком много повторений, и слово, самое главное, было достаточно длинным. Следующее, похожее на печатную машинку, но только в письменном виде, значит, называется третье упражнение в кавычках «Кто быстрее? Кто быстрее? Кто быстрее?» Значит, здесь, ну, сейчас, может быть, это не столь актуально с развитием, никто, значит, печатные тексты почти не пользуется, не читает за малым исключением. Но, тем не менее, вот, как в классике это выглядело. Значит, участникам предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста какую-либо часто встречающуюся букву. Часто встречающуюся букву. Ну, эти буквы должны действительно быть распространенными. Например, О или Е, ну, я уж не говорю про А, да, вот такие гласные буквы, ну, или какие-то очень употребительные согласные, да. Успешность выполнения этого теста оценивается по времени, во-первых, по времени его выполнения и по количеству допущенных ошибок. То есть здесь два таких, значит, критерия для оценки. Первое – это быстрота выполнения или время выполнения данного теста и количество допущенных ошибок. Допущенные ошибки – это пропущенные вот эти заданные буквы. Ну, и, соответственно, чем меньше величина этих показателей, тем выше успешность. Ну, и, конечно, желательно, значит, поощрять успехи, да, стимулировать интерес, что-то там придумывать, но суть остается вот такая. Ну, и, значит, сколько по времени, допустим, ну, время должно быть сравнительно небольшим, но в то же время, конечно, в разумных пределах. Обычно, вот на последнее, на упражнение «Кто быстрее» для, значит, школьников, ну, скажем так, младших школьников, ну, пусть не первого класса, а где-то класс по пятой, допустим, да. Ну, вот, значит, это 15 минут, допустим, да, 15 минут. Ну, там для подростков может быть снижено до 10 минут, ну, где-то не менее 10 минут, где-то 15, 10-15 минут. Ну, еще есть такое школьное, значит, школьное упражнение, вот раньше в классических школах часто его использовали. Это детям предлагается по памяти подробно описать, ну, допустим, что-то, что, допустим, они постоянно наблюдают, постоянно наблюдают, но при этом не акцентируют внимания. Ну, например, школьный двор, да, или дорогу, например, от их дома к школе. То есть, то, что они видят сотни раз, а вот специально, если их спросить, что конкретно вы запомнили, тут начинаются затруднения, да, ну, согласитесь, вполне, так сказать, разумное, значит, разумное предложение. Особенно, конечно, если вот неожиданно, конечно, если их подготовить, они будут специально запоминать, но это уже будет произвольное внимание. Упражнение выполнили, допустим, отчитались предучителем, а вот когда неожиданно, да, вот тут действительно позволяет, ну, и вот когда такие упражнения существуют, будут эти дети инстинктивно, чтобы, так сказать, ну, у них свойственно же, да, стремление к лидерству, к соперничеству и так далее. Будут стараться развивать свое внимание, да, свое внимание. Вот, ну, еще, это у нас четыре, да, было четыре упражнения. Следующее упражнение называется в кавычках тоже корректура, 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 корректура. То же самое, значит, предполагает, конечно, печатный вариант, печатный вариант. Ведущий пишет на листе бумаги несколько предложений, несколько предложений с заведомо, с заведомым пропуском и перестановкой букв, с заведомым пропуском и перестановкой букв в некоторых словах, в некоторых словах. Ну, и в чем здесь суть, конечно, вы можете спросить. Ученику предлагается один раз, только один раз, это очень важно. Дальше он, значит, сосредоточит внимание, он же знает, с чего от него требуется. Уже будет не тот эффект. Только один раз прочесть этот текст. И сразу, и исправляя ошибки, ну, допустим, каким-то цветным карандашом. Карандашом. Значит, отводится тоже определенное время. Фрагмент текста должен быть достаточно большим. Потом передается другому ученику, который, значит, там, ручкой, пастой или фломастером другого цвета. Исправляет оставленные ошибки, да, которые не досмотрел прежде. И, конечно, здесь предполагается соревновательный, да, характер. То есть, предполагается соревнование, например, в двух парах, да, в двух парах. То есть, сугубо игровой подход и однозначно внимание развивается. Ну, и последнее сугубо физическое упражнение. Вот оно применяется, например, даже для преподготовки космонавта. Здесь вообще непонятно, на что, как именно оно влияет на внимание. Значит, смысл такой, что переплетаются пальцы двух рук. Вот. И начинается, значит, вводиться вот так вот, значит, ну, естественно, в таком привычном положении. Значит, большие пальцы один вокруг другого. Ну, для этого нужно расположиться, расположиться удобно. Дальше участникам следует сесть в круг на стульях. Так, чтобы, ну, собственно говоря, в непосредственной близости, возможно, даже соприкосновение локтями. Довольно тесный такой круг. И вот начинают вращать вот так вот большими пальцами. Большими пальцами. Причем начинают по команде, начали ведущего. Потом он внезапно говорит слово стоп, да, стоп. И буквально через пару, пару, там, мгновений, там, может быть, через секунду предлагает другую сторону также вращать этими пальцами. Потом опять командует стоп. Стоп. И, в общем-то, значит, спрашивает об ощущениях. Вот многие там считают, что ощущение, да вот теряется, значит, чувствительность даже тактильная. Ощущение времени, да. Но главное, что при этих упражнениях нужно сосредоточиться на этих, на этом движении, да, на вращении пальцев, больших пальцев, скажем, переплетенных рук. Длительность от 5 до 15 минут. Больше 15 минут не рекомендуется. От 5 до 15 минут. Так вот, значит, здесь необычность объекта сосредоточения, вот она позволяет это, значит, внимание концентрировать, то есть увеличивать, значит, концентрацию внимания. Ну и тоже, в общем-то, имеет практический смысл, иначе бы его не использовали тоже самое в различных специализированных, значит, учреждениях. Итак, вот будем считать, что мы с вами внимание закончили. Ну и, конечно, возникает вопрос, возникает вопрос, когда там обычно спрашивают, да, следующее тестирование, ну, наверное, уже будет где-то ближе к концу ноября. Вряд ли мы больше еще, еще одно, скорее всего, будет вот по всем этим темам, то есть психология познавательных процессов. Вот сегодня мы, значит, закончили внимание, до этого было, напоминаю, восприятие, до этого было ощущение, но ощущение было небольшая такая темка, скажем. Вот, и сегодня мы начнем, и на следующем занятии продолжим тему закономерности памяти. Здесь мы не просто память обозначим эту тему, а именно закономерности памяти. Памяти. Закономерности памяти. Итак, вот мы, допустим, эта тема, понятное дело, непосредственно вытекает из темы предыдущей. Вот мы что-то там внимательно, мы развили наше внимание. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы наша память была как можно более пригодна для употребления, чтобы мы могли без проблем извлечь необходимые данные и без проблем этими данными воспользоваться. Давайте для начала запишем такое определение. Определение это не единственное и, может быть, не стопроцентное, в других источниках, может быть, вы где-то еще найдете. Но, тем не менее, что такое память? Это форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, в закреплении, в закреплении. То есть нам нужно вначале поместить что-то в ячейку своеобразную, да, в закреплении. Дальше, сохранение, сохранение. Нужно, чтобы в ячейке эта наша ценность, она была неизменной. И в последующем воспроизведении мы извлекаем из ячейки то, что нам нужно в данный момент. И в последующем воспроизведении прошлого опыта, прошлого опыта, ну, назовем это так, прошлого опыта, делающее возможным его повторное использование, использование, делающее возможным его повторное использование, использование в деятельности, в тех или иных видах деятельности, деятельности. Или же возвращение в сферу сознания, да, или возвращение в сферу сознания. Вот мы что-то вспомнили и можем этим пользоваться. Либо это нужно нам для практических дел, либо нам нужно для того, чтобы, вот, так сказать, освежить какие-то свои, значит, свои данные. Значит, ну, в конечном итоге, конечно, все равно сведется что, к практической деятельности, да. Так, можно ли натренировать послепроизвольное внимание? Ну, Лиана, нет. Послепроизвольное внимание – это такое свойство, которое вот как раз улетучивается с годами, улетучивается с годами. Любое вот такое напряжение, да, оно будет все равно скатываться к произвольному вниманию, к тому, что в данный момент нам интересно, да. А вот для детей даже то, что сейчас им неинтересно, оно у них все равно откладывается, это и есть послепроизвольное внимание. Нет, натренировать практически невозможно, но имейте в виду, что вот ваши, так сказать, дети, вот какие-то, может быть, племянники, племянницы и так далее. Вот у них вполне есть смысл о чем-то спрашивать, да, и с интересом их выслуживать. Ну, естественно, конечно, когда имеется семейное воспитание и имеются обычные детские занятия, да. Еще раз повторю, что вот все то, что относится к современному информационному обществу, в частности, дети, да, пялищиеся в гаджеты и больше ничем, это все вот не работает в массе своей. Это, они, может быть, очень хороши вот в этом виртуальном пространстве, в информационных, допустим, технологиях, виртуальных играх и так далее. Но вот все остальное, ну, а все-таки у нас, как бы, пока еще классический, значит, курс психологии, ну, собственно, не классический, к нему еще особо и не подобрались, да. Очень много проблем, которые требуют решения в связи с этим, с нарастающей, не просто информатизацией, ладно, информатизацией, так еще и цифровизация, да. Вот, везде роботы появляются, отвечают по телефону, скоро будут выполнять массу, значит, всяких там, значит, видов деятельности. И уже, вон, Министерство образования, может быть, слышали, ой, нет, не Министерство образования, кому там подчинены средние учебные знания, Министерство просвещения, вот там такой, Кравцов министр. Составили список на 2022 год, в интернете, вовсю гуляет, там, где-нибудь в тиктоках найдете, да. Вот, огромное количество профессий объявлено, что они не нужны больше никому, да, типа, там, машинист электровоза или парикмахер, да, или там специалист по газовому оборудованию, можете себе представить, что они никому не нужны и отныне в средних учебных заведениях учить этому не будут. Так что у нас происходят очень серьезные изменения и в образовательном процессе, и в воспитательном процессе, поэтому мы говорим пока о таких классических подходах. Вот, ну, давайте продолжим. Итак, это вот определение памяти, она нам совершенно необходима, да, совершенно необходима. Вот, иногда, значит, отсутствие памяти, ну, объясняет буквально все, как говорил, значит, Ларош Фуко, знаете, наверное, кто такой, слышали, да, что все жалуются на свою память, но и никто не жалуется на свой ум, да, это все очень тесно завязано. Вот, мышление, интеллект, допустим, внимание, память, все тесно завязано. Давайте это в следующей такой формулировкой выразим, что память, тире, это основа психической деятельности. Вот, ни больше, ни меньше основа психической деятельности. Вот, не будет памяти и ничего мы не сможем дальше, значит, делать и предпринимать. Ну, недаром, вот, болезнь Альцгеймера, да, наверное, знаете, что по результату человек превращается в овощ. Вот, нет у него памяти, он никого не узнает, ничего не может вспомнить, кто он такой, что с ним происходило, да. Вот он живет, у него физиологически все, так сказать, процессы продолжаются. У него здоровые внутренние органы, что бы ему умереть-то, да. И, тем не менее, кроме забот, хлопот близким, родным или каким-нибудь, допустим, органам, пенитенциарным заведениям, ничего кроме хлопот не доставляет. Вот болезнь Альцгеймера, да, одна из, скажем так, примет тоже нашего времени. Раньше они были, но гораздо меньше были распространены. Ну, и, собственно, как действует память. Вот образы предметов или процессов реальной действительности, которые мы воспринимали ранее, заметьте, реальной действительности. Иначе будут, как мы просматривали, иллюзии и галлюцинации, да, реальной действительности, которые мы воспринимали ранее. А сейчас мысленно воспроизводим. Будем считать, что у нас пока идет все гладко. Мы все помним и без проблем воспроизводим. А сейчас мысленно воспроизводим. Называются представлениями. Называются представлениями. Представления. Что такое представление? Это воспроизведение более или менее точное. Оно может быть не стопроцентное. Более или менее точное. Но укладывающееся, что? В конву событий, подтверждаемые, например, другими людьми. Более-менее точным. Предметов или явлений, когда-то действующих на наши органы чувств. На наши органы чувств. Реально действовали, и мы их воспроизводим. Ну и, конечно, возникает вопрос. Но далеко не всегда так же, да? Есть еще представление воображения. Представление воображения. Это представление о предметах, которые в таких сочетаниях или в таком виде никогда нами не воспринимались. Не воспринимались. Мы их, как ни в чем не бывало, как кубики, пазлы, складываем из прошлых восприятий. И отсюда такой важный промежуточный, но очень важный вывод, что в основе памяти лежат ассоциации или связи. Ну, вроде как, извините, звучит не очень, скажем так, убедительно, не стопроцентно. Ну, сейчас вот дальше мы рассмотрим. У нас еще есть немного времени, 5 минут, да? 4 минуты. Будет понятнее. Итак, в основе памяти всегда лежат ассоциации или связи. Или связи. И с физиологической точки зрения, с физиологической точки зрения, ассоциации представляют собой временную, или лучше не временную, а временную, временную нервную связь. Нервную связь. Опять у нас эти нейроны действуют, да? Нейроны действуют. И в результате работы нейронов наших нервных клеток, да? Которые, так сказать, образуют вот эту временную нервную связь. Различаются следующие виды ассоциаций. Различаются следующие виды ассоциаций. Первый вид – это посмежности. Посмежности. Второй вид – по сходству. Посмежности, подсходству. Посмежности, подсходству. И по контрасту. И по контрасту. И по контрасту. Ну и успею я вам дать раскрыть ассоциацию посмежности. Посмежности. Она объединяет два явления, связанные во времени или в пространстве. Во времени или в пространстве. Ну, например, типичная ассоциация посмежности. Ассоциация посмежности. Возникает при заучивании алфавита. И любой подтвердит. Да, называя одну букву, мы сразу представляем, какая следующая буква. Почему? Потому что заучено нами, значит, заучено нами наизусть. Ну, конечно, какое отношение это к проблеме памяти, да, значит, относится. Ну, а вдруг мы что-то забыли, да, запамятовали какую-то букву. Где же она стоит в этом алфавите? Но мы помним остальные. И в результате вот, значит, этой смежности вспоминаем и то, что нам в данном случае нужно, да. Вот, значит, запоминается, припоминается, вернее, следующее за, значит, вот той буквы, которую мы вспомнили, нужно. И, глядишь, мы нужную таким образом и обнаружили. Итак, значит, следующее у нас будут два других типа ассоциаций по контрасту, да, ой, вернее, по сходству и по контрасту. Вот. И дальше у нас будут виды памяти, виды памяти, ну, структура памяти будет, значит, в самых общих чертах описана, структура памяти. И, конечно же, расстройство памяти, да, расстройство памяти. Вот следующая презентация, она будет посвящена как раз расстройствам памяти. Ну, до этого мы остальные вот моменты по памяти рассмотрим. И на следующем занятии мы, по идее, с памятью должны закончить. Ну, там вопросов очень много, ну, посмотрим, да. Может быть, придется еще через две недели влезть. Ну, главное, что у вас, видите, не пропало занятие, главное для учебного процесса. Поэтому будем надеяться, что так, так сказать, пойдет. Ну, лучше с фамилии начинайте, Владлен, да, лучше, это самое, с фамилии начинайте, так легче. Вот сегодня, видите, ну, в принципе, я договорился с Лианой, да, и вот тут очень волонтер, с которым я давно работаю, он мне тоже пришлет на адрес. Вот, просто один раз у меня, я там сфотографировал, да, и получилось плохо, не всех учел, но я, естественно, кто не включил, я поставил автоматически плюсы. А вот уже Лиана отправила на почту. Вот скриншоты, видите, поэтому лучше, чтобы вот не было вопросов, начинайте с фамилии. Я думаю, это вас не сильно затруднит. Так, все, время у нас закончилось, звонок прозвенел. Если какие-то есть вопросы, можете пока быстро задать. В ближайшее время следующий этот самый тест я вам не обещаю, ближе к концу месяца, где-то там в конце ноября, и он будет единственным, просто не успеваем мы ничего больше, так сказать, по психологии познавательных процессов. Ну и, наверное, других вопросов нет. Да, все, тогда давайте на этом заканчивать. Спасибо за внимание и до следующей встречи через неделю. Продолжение следует...